И еще раз доброе утро, друзья! В эфире «Серебряного дождя» программа «Завтрак включен». Как обычно, до 11 утра мы вместе с вами в студии Анны Сергеевны Титова. Доброе утро! Меня зовут Дарья Гордеева, и в этом часе у нас, не побоюсь этого слова, звезда мирового балета Сергей Полунин. Все девушки на радиостанции валяются в обморке от очарования. Сергей, доброе утро! И около. Очень приятно, что вы к нам пришли, и надеемся вместе с вами приятно провести этот час, конечно, очень о многом поговорить. Давайте начнем... Сначала? Сначала, да. Начнем с вашего детства. Меня в вашей биографии очень заинтересовал пункт, когда вы, собственно, из Херсона переезжали в Лондон. Вам было очень мало лет. И я, как ребенок, которому родители никогда не давали... Не то, что свободы. Свободы было много, но мама все время... Это была какая-то вот сверхопека. Меня никогда не выпускали не то, что там куда-то в другую страну или в другой город. Мама из-за этой сверхопеки не выпускала меня даже просто элементарно в пионерские лагеря. Вдруг с ребенком что-нибудь произойдет. Поэтому для меня удивительная история, что вас действительно в юном возрасте родители отпустили не просто там в другой город, а в другую страну. Ну, как состоялся вот этот вот разговор между вами? Вы убеждали их убедить, да, отпустить? Ваше мнение вообще? Спрашивали или нет? Как-то все происходило? Спрашивали, всегда спрашивали. И у меня в памяти, что это был всегда мой выбор. Хотя давление, наверное, чувствовалось говорить «да». В смысле давление с вашей стороны? Или давление со стороны родителей? В смысле ситуация, потому что семья уехала в разные страны поддерживать меня, поддерживать меня с мамой в Киеве, учебу. Поэтому давление, не знаю, не все сделать и стать, не знаю, стать примером. Ну, а как это просто, мне интересно, как это происходило? Вы собрались все дома, за одним столом, сели и давай решать. Это моя мама идея, она очень, она такая дальновидящая, и она, в принципе, это ее идеи. И до этого я в Питер приезжал просматриваться, нас взяли, но тогда была сложность с паспортом. Нужно было переделать на русский, это стоило денег. У нас не было этих денег, поэтому я вернулся в Киев и через год поступил, послав кассету в Королевский балет. И фонд Нуриева, то есть, помог с деньгами. Страшно было в чужой стране? Не, не, мне, я очень, я очень люблю свободу, и поэтому для меня это было, это было очень интересно. И в Киеве я жил с мамой в одной комнате, наши кровати были присоединены друг к другу, поэтому для меня, уехав в Лондон, это для мамы было сложно, а для меня это такое было очень авантюрное занятие, и я очень ждал этого. — Авантюристовы по характеру? — Да, всегда должно быть интересно, и это самое главное. — А вот, собственно, когда вы находились в Лондоне, и в нескольких интервью я читала, ну, хотелось бы от вас услышать о том, что очень тяжело было, и на самом деле мало платили денег, когда вы потом уже выступали в королевском, в лондонском королевском балете, да, и там были какие-то жуткие условия, это действительно или нет? — Я бы не сказал, что жуткие, но очень тяжелые. 11 часов в день работы, 6 дней в неделю, и ты в воскресенье даже не знаешь, что делать, потому что жизни ты не знаешь другой, и зарплаты маленькие, да, и об этом никто не говорит, но я хочу об этом говорить, что по сравнению даже с оперными певцами, и там со спортом, с кино, это смешные деньги, и даже если ты лучший, у тебя все равно в ноль-ноль выходит, и ни один танцовщик сейчас не может купить жилье даже. — А, даже до такой степени? — Да, поэтому индустрия ушла, она не раскрылась для агентов и менеджеров, и для большой публики, поэтому это стало таким умирающим внутренним организмом, который нужно, я считаю, нужны менеджеры, нужны агенты, нужен, я не знаю, там кинотеатр, телевидение, интернет, чтобы это ушло в массы, чтобы публика поддерживала балет, а не сток. — Публику приходилось уговаривать, да, сходите, пожалуйста. — Да, и это такой не королевский вид занятий больше, где короли-королевы приходили раньше и поддерживали это искусство, а сейчас этого нет, и я считаю, что люди должны поддерживать это сейчас. — Но этого нет сейчас, почему? Потому что балет как таковой неинтересен широким массам? — Широкой массе, мне кажется, он и интересен, он что-то держит и не позволяет ему раскрыться. Я считаю, что не только у кого много денег, должны в театр ходить, а это должно доступно быть всем, и танец — это важный компонент жизни, и классический балет, он не может не нравиться. Я считаю, если это качественный балет, то всем он будет близкий. Это такой разговор души между танцорами и зрителями. — Сергей, а вы говорите, значит, 11 часов в сутки вы работали, просто чтобы наши слушатели понимали, и я в том числе тоже понимала, это 11 часов у станка, правильно? — У станка полтора часа, и потом репетиции. — Репетиции. — Репетиции, и это, если ты в кардебалете, это 120 балетов в году, но помимо, что это на сцене, 120 еще генеральных репетиций, наверное, 120 еще и в сцене, там, в зале, поэтому приходится, я не знаю, там, сколько, 500 репетиций в году, но это таких серьезных, и ты, в принципе, проводишь все время там. Я никого не видел, чтобы работали настолько сложно, как кардебалет. — Ну, для 19 лет, наверное, это очень угнетает, что ты ничего, кроме балета, вообще, в принципе, не видишь, это уже как раз самый подростковый, активный такой возраст. — Да, хочется, я не знаю, хотелось, меня звали в Новосибирск, в театр, мне не отпускали, хотелось ездить, хотелось... Как оперные певцы, они ездят по разным театрам, у них есть свобода, у балетных такого нет, ты предатель, если ты в другом театре. — Это общемировая практика, или это только у королев? — Да, это общемировая практика, то есть ты должен быть вот со своим театром. — Да, и такой конкурс происходит, искусство не должно этим заниматься, искусство — это для людей, и мне кажется, если танцовщик хочет один месяц там, другой там, то вы должны отпускать и помогать ему развиваться, чтобы его имя звучало, а театры, к сожалению, закрывают, это всегда театр главнее. — А почему такая система сложилась именно в балете? Есть у вас объяснение этому? — Даже не знаю, такая вот закрытая система, и она не хочет развиваться, не хочет двигаться вперед. — Нет, причем да, это же история не сегодняшнего дня, это какие скандалы были у того же Дягилева с Нежинским, когда Нежинский хотел свободой работать в каких-то там разных театрах, и тот его не отпускал. — Да, это, я не знаю, контроль, и не только связан с танцем, но еще и с медициной, и как лечат танцовщиков. Это не сравнить со спортом. Я разговаривал с главными докторами, они говорят, просто из-за контроля нам не дают использовать новые технологии, какие-то новые, использовать лучшее, что есть сейчас. Потому что вот из-за этого контроля. — Страшные вещи просто рассказываете. Но про вас же при этом BBC, по-моему, фильм сняли, при этом, когда вы еще работали в Королевском балете. — Это уже когда я ушел. — Когда вы уже ушли. Вы принимали участие в написании самого сценария? — Нет, я не хотел участвовать, потому что это взгляд со стороны, и я не хотел участвовать, когда будут урезать фильм или когда его будут снимать. Потому что историю можно рассказать одну и ту же тысячу по-разному. Поэтому я доверился продюсеру Габриэль Тане, которая стала таким моим ангелом-хранителем, и она сняла, в принципе, этот фильм. — Вы довольны этой работой? — Доволен, да. И этот фильм, мне кажется, что-то хорошее делает в мире, потому что его купило в больше 30 странах, и у меня есть возможность ездить по этим странам и рассказывать, насколько важно понимать, что везде одинаковые люди, что не надо ссориться, что нужно беречь природу. У меня есть возможность с разными культурами иметь разговор. — В ваших интервью я натолкнулась на фразу «Я должен быть лучшим». Я не помню уже в каком издании. Вот это желание в вас, это то, что воспитал балет в вас, или то, что наоборот было в вас, но позволило как раз заниматься балетом? — Я занимался гимнастикой, и цель была, поначалу, и цель была получить золотую медаль. И когда я перешел в балет, если золотой медали там нету, я поставил цель стать лучшим танцовщиком, которым я могу быть. И кидал монетку, и сколько там в монетке было цифра на этой монетке, я загадывал столько желаний, и всегда одно и то же, я хочу быть лучшим, я хочу быть лучшим. Это, возможно, меня как-то настраивало, и посылал я сигнал в космос. Потому что я верю, что что бы ты ни пожелала, этого можно очень быстро добиться. И главное — найти вот этот разговор с природой, с космосом. — То есть мысль материальная. — Да, и иногда они так быстро приходят, что страшно даже иногда думать о чем-то. — Сергей, ну то есть вас можно перфекционистом назвать или нет? — Нет, я наоборот, я очень наслаждаюсь, когда что-то неидеально. И я наслаждаюсь именно этим. Жизнь неидеальна, и нужно наслаждаться неидеальными вещами. — Сейчас, получается, вы работаете в Новосибирском театре, в театре Станиславского и Немировича Данченко, и в Германии, по-моему. — Я работал в этих театрах, сейчас я перестал верить в жизнь в театре и делаю свой проект. И хочу создать свободу, свободу творения, свободу танца, и иметь свое финансирование, и заниматься чем? То, что я верю, и хочу агентство тоже открыть для танцовщиков, чтобы кто-то был за их спиной, и кто-то разговаривал за них. — То есть можно сказать, что даже вот эта вот работа в нескольких театрах, как вы хотели, уходя из Королевского балета, вот той желаемой вами свободы все-таки не дала. То есть даже пусть это и несколько театров, но это все равно какое-то ограничение вас, как творческого человека. — Оно тебе дает. Если я бы думал о себе, то да, я, возможно, бы и в Королевском, сейчас танцевал, и в Большом, но много еще за мной людей, то есть много, и я вижу, как к ним относятся, какие у них права, что у них нету, они не имеют права ничего говорить, и поэтому я не хочу пользоваться для себя чем-то, я хочу бороться за других танцовщиков. Если мы все соберемся в одно целое, то можно... — Но тут же будет не противостоять, конечно. — То можно, да, это такая будет стихия, которая можно изменить, и это можно изменить, театры очень богатые. — Вы уверены в том, что это можно изменить, или можно сделать параллельную такую реальность? — Можно... — То, что есть сейчас, и будут проекты... — Изменить можно, если танцовщики сами поймут, что им нужно меняться. Со школы еще говорят определенные вещи. Например, мне говорили «Не приводи агентов». Когда я работал в театре, мне говорили, что частные спонсоры невозможны, мы тебя защищаем от людей, чтобы они в твою жизнь не проникали. Хотя у хореографа есть и персональные менеджеры, и ассистенты, и спонсоры. Поэтому не надо слушать, а нужно смотреть, что происходит в других индустриях, что происходит с другими. И на самом деле нужно человек пять, чтобы на тебя работали, чтобы ты занимался искусством, а не думать, что тебе бизнес-билет надо купить, или отель тебе надо снять, с кем танцевать. Очень много нужно знать, когда тебе 17 лет. И когда ты привык, что в школе ты не разговариваешь, тебе говорят, и ты слушаешь. Танцовщики, они на сцене раскрываются, но в жизни они молчат. И это со школы идет. Нужно им раскрыться и уважать. Начать себя уважать. И все возможно, если сами танцовщики этого захотят. Нашим слушателям напоминаю, что номер нашего смс-портала плюс 7903-7976-333. Сегодня в студии Серебряного дождя, до конца этого часа звезда мирового балета Сергей Полунин. И в студии для вас Анна Сергеевна Титова. Меня зовут Дарья Гордеева. А как вот вы считаете, вы говорите, что хотите помогать другим танцовщикам. Они пойдут? Пойдут именно к вам? Я имею в виду, что, мне кажется... Против системы, так скажем. Какое количество людей? Ведь действительно, если эта система построена вот так, то должно быть большое количество людей недовольных. Но когда с другой стороны тебе там светит где-то контракт в том же самом театре, можно тут, знаете, как... Вот я и хочу на своем примере показать. Например, у меня был спектакль в королевском балете сейчас. Я отказался от него. Что можно пожертвовать своей какой-то выгодой коротковременной для результата в будущем. И все равно в 35-34 выкидывают танцовщиков, и им ничего дальше не светит. Нету, к чему можно бы стремиться. Поэтому если вы потеряете сейчас работу, то у вас будет дольше времени подготовиться и научиться чему-то еще. Поэтому... И в то же время я разрабатываю альтернативу. И ее пока такой нету, чтобы я сказал, да, вот, идемте вот сюда. Поэтому... Я хочу, чтобы танцовщики задумались. Просто чтобы начался процесс... То есть я кидаю камень и волны от... Камень в воду и волны от этого. То есть, надеюсь, что-то чем-то повлияет. Я просто сам видел супертанцовщиков, которые потом были выкинуты и никому не нужны. И ни имени нету, ни такой, которое нужно для самобытности, ни денег. Поэтому нужно менять. Нужно для следующего поколения, чтобы у них был... Чтобы у них был дом, чтобы они свободно перемещались, чтобы они у них было... Чтобы они создавали что-то новое и чтобы прислушивались. Потому что каждый артист, у него заложена своя информация. И нужно ее слушать, эту информацию. У каждого человека своя цель. То есть кто-то хочет на радио выступать, кто-то хочет в рекламах сниматься, кто-то хочет свои балеты делать. Нужно спрашивать, что они хотят, а не один директор диктует полностью твою судьбу. То есть такая, по сути, получается, может быть, грубовато, но рабобладельческая, конечно. Да, и очень удобно. Я сам столкнулся, я сам свой проект делал и набирал танцовщика. И они готовы делать все, что угодно, все, что не скажешь. И за бесплатно, и танцовщики делают это, потому что они любят танец. И это очень выгодно. То есть это очень выгодно директору, очень выгодно мне, потому что они на все готовы. Но это неправильно. Просто чтобы наши слушатели понимали, я просто предвкушаю большое количество сообщений на тему того, что красиво живете и прочее, и прочее, а жалуетесь. Вот спортсмены могут уйти на тренерскую работу после того, как заканчивается карьера. Вот 33-34 года заканчивается карьера танцовщика, танцовщицы. Ну, у танцовщиц, наверное, чуть-чуть раньше даже, если я правильно понимаю. Когда, и никогда не знаешь, когда травма. Да. Привязка к театру не всегда есть имя. Более того, после того, как люди завершают карьеру, еще и по факту еще и нет здоровья, когда начинаются проблемы с суставами. Какие есть возможности, вот сейчас, на данный момент, какие занятия у тех танцовщиков, которые вы, как справедливо выразились, просто вот выкинули? Стать учителем. То есть и все, наверное, да? Но в театре два места, два-три места. Ну, в Королевском это два места учителя, и эти два места 40 лет будут заняты. Ну, и какие-нибудь, наверное, маленькие, может быть, частные школы. Ну, да, приходится страну менять, да, и, возможно, свою школу, если получится. Но ничего другого они не знают. Поэтому... Как вы видите альтернативу? Если агенты появляются, я считаю, что многие танцовщики могут сниматься в журналах, быть моделью. То есть нужно раскручивать имя. Нужно, чтобы твое имя было узнаваемо не только в узком кругу театра. Ну, не знаю, нужно у каждого свой путь, свои... То есть я начал с журналов, потом я это использовал как игру с камерой, то есть я тренировался быть актером, используя фашн-индустрию. После этого я перешел на какие-то небольшие видеоролики, потом мне предложили в кино. Так же я танцую, я там пробую хореографию. Но агент, агент должен быть за тобой, и у агентов в основном телевизионные связи. Альтернатива, что нужно создать вот эту инфраструктуру, когда танцовщик, выходя на пенсию, возможно, будет агентом молодого танцовщика, чтобы был какой-то круг... Чтобы у человека просто была деятельность, и он не чувствовал себя выкинутым на улицу и использованным при этом. Да, если индустрия будет мощная, разные возможности появятся. Вот по поводу страны и переезда, как раз-таки мы когда сидели с редакторским отделом и готовились к этому интервью, возник вопрос, почему, уезжая из Лондона, вы выбрали Россию? Или как-то получилось, что Россия, а не какая-то другая страна? Когда я вообще хотел уезжать в Америку, то есть политика в Лондоне про Россию не очень позитивная, и я прожил там 9 лет, и, если честно, было страшно даже думать, что я там в Украину, в Россию, куда-то в ту сторону поеду. И хотел в Америку. Поехав в Америку, я понял, что не могу ни за что не зацепиться, у меня не было, я не понимал еще, но я не знал, что нужен агент, что нужны такие вот связи. И мне предложили, сказали, поедь в Россию, станцуешь там пару спектаклей, увидишь, что ты танцуешь, и обязательно тебя пригласят в какой-нибудь другой театр. Проблема еще с театрами, что они дружат с друг другом. Если у тебя плохая репутация с одним театром, то, в принципе, все остальное закрыто. И меня просто на работу не брали. Я приехал в Россию, и появился Игорь Зеленский, который единственная такая альтернатива, если, уходя с западного театра, танцовщики могут упасть к Игорю. И он такой, как отец мне стал, и я увидел, что в России, и я не обманываю, и не шучу, что свободу я ощутил именно в России. Для западных людей это странно будет звучать, но именно здесь какая-то вот жизненная свобода, где какие-то человеческие правила существуют. То есть здесь ваше реноме бунтаря не сыграло никакой роли? Здесь и не знали. Здесь это два разных мира, Запад и Россия, и если ты известен там, то не обязательно, что тебя будут знать здесь, и пришлось все сначала начинать. И как раз Игоря Зеленского идея была, чтобы я поучаствовал в конкурсе большой балет, и за четыре буквально четыре съемочных дня меня узнали так же, как в Лондоне, когда я пять лет работал. То есть это сила телевидения, сила этой массы людей, и таким образом я быстро познакомился с публикой. Сергей, вы знаете, вот это программа «Завтрак включен». Анна Сергеевна Титова, Дарья Гордеева, у нас в гостях звезда мирового балета Сергей Полунин. Я хочу спросить у вас, как у человека, который очень любит свободу, как я понимаю, и вообще себе не мыслит жизни вот в каких-то рамках, но рамках неправильных именно на ваш взгляд. где-то, как обычно в просторах интернета, мне там попадалась такая реплика, что, мол, танцовщик, исполняющий классические партии, должен соответствовать своему образу и в жизни. Вот как Анна Сергеевна справедливо заметила, у вас действительно такой, может быть, имидж бунтаря в прессе. Вы согласны с этим утверждением? Или на самом деле то, какой я в жизни, никого волновать не должно? Я такой, каким мне нравится быть? То есть наслаждайтесь тем, как я выступаю, наслаждайтесь тем, что я делаю на сцене, но отстаньте от меня в жизни. Я так не считаю, нет, я считаю, что важно общаться с людьми про жизнь. Нас не учат в школах, что такое жизнь, у нас нет, по телевизору не выступает таких людей, которые бы рассказывали, что такое жизнь. Я считаю, что важно давать какие-то комментарии и просто рассказывать про жизнь, потому что в принципе многие утаивают какие-то моменты жизненные, в Голливуде это все идеальные какие-то люди, поэтому важно рассказывать, мне кажется, и рассказывать именно о проблемах, чтобы, возможно, не повторяли ошибок, потому что сколько раз мы можем на одних и тех же ошибках, то есть жизни повторяются, и каждый раз мы одни и те же ошибки делаем. А вы можете сказать, у вас есть вот такая ошибка, которую вы, может быть, хотели отыграть назад? Ошибка? Я перестал верить в то, что я верил в детстве, то есть я перестал верить себе, я начал читать прессу, я начал слушать других, и да, если бы я мог вернуть, я бы сказал, не уходи от... Я, к счастью, запомнил очень хорошо, какой я был в детстве, и как я природу любил, и как людей любил, и ну, это важное состояние, потому что мы правильнее всего, когда мы в детстве, и я сейчас возвращаюсь именно в то, что я верил, когда был маленький. Каким образом вам это удается? Как я... Не обросли каким-то панцирем к этому моменту. Да, панцирь же обрастает. Обрастает, да, и... И цинизм окружающий тоже, и жестокость. Да, но нужно открывать свое сердце, и с любовью все равно ко всему относиться не надо, не надо этих... Каждый человек разный, каждая ситуация разная, поэтому нужно всегда с открытым сердцем, даже если что-то ранит, не закрываться, а открываться, и, возможно, еще раз ранит, но не давать жизни изменить себя. Вы считаете, вам получится сохранить вот это состояние на много-много будущих лет? Да, потому что я вернулся к нему, то есть я как-то осознанно меня заняло с негатива этого вернуться пару лет, и это очень сложно, поэтому лучше не уходить, не уходить в какую-то неправильную сторону, и всегда очень помогает относиться к людям с любовью, то есть какой, какого цвета, какой расы, то есть какими традициями, всегда отпугивает, что другие, и всегда это вызывает какой-то негатив, всегда нужно, если к любой ситуации отнестись с любовью, к человеку заглянуть внутрь, то все, нету плохих людей, нету, просто есть ситуации нехорошие, есть жизненные ситуации, которые этих людей делают такими. Я всегда на людей смотрю, как на детей, то есть какими они были, и пытаюсь именно до этого человека дотянуться. Вас называют молодым Нуреевым. Вам нравится это сравнение, или вы хотели бы, чтобы сравнивали с кем-то другим? Вообще хотели бы, чтобы сравнивали? Сравнили, и я очень хорошо, это такие кумиры моего детства, поэтому мне мне приятно такое слышать, но да, сравнивать, просто в балете всех сравниваю, я всех сравниваю с одними, поэтому негатива это не вызывает, но я так близко к сердцу не принимаю. А то, что касается работы, вот два момента, любимая партия, из которых вы танцевали, и есть ли какая-то работа, за которую вы бы никогда в жизни не взялись, и почему? Любимая партия в балете? Да. Жизель, наверное, очень нравится, не знаю, наверное, по состоянию, второй акт, он очень красивый, такой драматический, глубокий, и неявный какой-то, такой скрытый смысл внутренний, поэтому мне близко, за какую бы ни взялся, наверное, я бы не хотел Ромео Джульетту, потому что я в кардебалете простоял. Это вполне понятно, много времени, и многие балеты у меня просто были испорчены, потому что я столько раз эту музыку слушал, столько раз там стоял, поэтому сложно будет получить какие-то новые эмоции от спектакля. Но вы же лучшие, вы наоборот должны добиться того, чтобы не стоять в кардебалете в этот момент. я прошел очень три года, я все равно стоял в кардебалете, даже я танцевал в премьерской партии, я все ранги прошел, и слава Богу, что прошел, потому что я очень уважаю тех людей, кардебалет, которые очень так сложно работают, я нигде не встречал, что так сложно, так много и в такой работе находились. А как вообще происходит вот этот процесс, когда из кардебалета вдруг ты превращаешься в премьера, наверное, это как? Проходит, и говорят, вот ты, ты, ты и ты со мной в премьеры. Это решает директор, это решает один человек. То есть вот на этом уровне? Да, и все, если он тебя любит, но... А что происходит в коллективе в этот момент? В коллективе, когда я становился примером, мне это не было гламурно, это был со мной разговор, и когда я уходил, а, ты будешь примером в следующем году, то есть так, без... Подожди, подожди, типа. Не, просто такие, а, я забыл сказать, что будешь примером в следующем году. потрясающе. Оно есть, иногда делают на сцене, после спектакля, это важно так делать, мне кажется, красиво, и для человека это запомнится. Сергей, мне еще вот очень интересен вопрос про вот внутренние ощущения, у нас не так давно сюда в студию приходил Дмитрий Юлианович Ситковецкий, говорили мы про, разумеется, Стравинского, да, и про вот музыку. Вообще, в жизни было когда-нибудь такое, чтобы вы, может быть, ну, репетировали что-то, да, и вы понимали, что у вас не складываются отношения вот именно с музыкой, ну, не можете вы это, ну, не чувствуете его, ну, потому что, да, как мучился там тот же самый Нижинский, когда репетировал Петрушку, и почитать какие-то там воспоминания того же Дягилева, который писал, какой это был ужас и несовпадение с Островинским. Что-то такое было? Такое на сцене не было, больше было в школе, когда играют такие скучные какие-то произведения для урока, и урок и так не веселое занятие, а еще... и тюды черни пошли, Да, и это, ну, из-за этого можно вообще перестать любить классическую музыку. Были конфликты, не конфликты, я, может, всегда чувствуешь темп, всегда чувствуешь дирижера, и если дирижер не чувствует тебя, то вот это может напрягать на музыку. Всегда я как-то очень уважительно к ней относился, и не было негатива никогда. То есть это все равно какие-то человеческие музыка, и слушать ее, и любой темп, чтобы тебе играли, чтобы ты с этой музыкой шел. А расскажите немножко все-таки вот о своем проекте, которым вы сейчас занимаетесь. Что вы ставите, где вы работаете, на каких площадках? Площадки — это такая мобильная вещь, и мы амбициозно начали проект в Седлерс Уэллс Театре, и мы сделали новые декорации, с оркестром это было, и это сложно делать, когда ты не в театре, потому что такая масштабная работа, и люди, которые никогда этого не делали до... И мы прошли такой огонь, первое начало, но сделали, это был «Эхо Нарцисс», это был «Икар» Владимира Васильева, и чашка кофе Кайдановского Андрея. Ну, сложно было на первые шаги, это такая... Когда не знаешь ничего, в принципе, о том, как делать проект. Но у нас есть второй шанс, второй шанс будет в декабре в Колюзее, в Лондоне, и мы готовимся сейчас к нему. мы... Я доработаю «Эхо Нарцисс», это чуть-чуть перекрасит и сделает новые костюмы, перекрасит декорации, и сейчас я веду переговоры, не буду называть для первого акта, это будет русский... это будет русский хореограф, но пока не могу назвать. Жаль. Жаль. Очень-очень интригует. А то, что касается работы над этим проектом, вы говорите, что делали декорации, я правильно понимаю, вы и в... как это называется... в создании декораций тоже принимаете участие? Там все принимают участие, и... Я не понимаю, сколько это времени должно? 25 часов в сутки занимать? На самом деле это было очень сложно, я чуть с ума не сошел, это... да, 24 часа, и до 4 ночи ты пишешь ответы на имейлы у всех, когда ты, да, артистический директор, к тебе все с вопросами, но ты многому учишься, поэтому в следующий раз я уже буду... Не будете повторять этих ошибок? Да, не буду повторять этих ошибок, и... Касьян Голизовский, я назову этого... Экспектива! Спасибо, Сергей! Я назову, потому что это такой гений, его работа считается скорбьяном таком 20-го столетия шедевром, и я хочу возобновлять такие работы, и делиться, и показывать их миру. Вы параллельно вот еще со всем этим 24-часовым занятием вашим проектом еще и успеваете в кино сниматься? Вот совпало, что в это же время и кино было. А, то есть совсем все хорошо было в этом смысле. Да, и в кино ты не всегда занят. У меня были моменты, что ты сидишь в трейлере, ждешь, и это были для меня это плюсы были. Так, одна работа закончилась, пойду поработаю другую для обеда. И еще два фильма в одно и то же время они совпали, поэтому было совсем сложно. Как вам вообще работа в кино? В кино это игра, это я бы не назвал работой, это счастье, настоящее счастье, это индустрия, это лучше, чем я думал. Когда я был маленький, я смотрел 20-е столетие, Фокс, фильмы, и все мои кумиры были с кино, и кино это очень важно, это такая вещь, которая учит жизнь, и правильно делать хорошее кино, которое будет чему-то учить, которое будет давать задумываться, и именно таким кино хочу заниматься. Возможно ли популяризировать балет через кино, это вот фильм большой у нас вот сейчас вышел, Матильда там та же самая? Возможно, да, и у меня есть два проекта, которым я буду заниматься, и это будет про танец, то есть танец, фильм, соединено в одно, и также я с Григорием Добрыгиным. Мы вынуждены сейчас уйти на небольшой перерыв, вернемся и продолжим разговор. И еще раз здравствуйте, это программа «Завтрак включен». Анна Сергеевна Титова, меня зовут Дарья Гордеева, до конца этого часа в эфире «Серебряного дождя», звезда мирового балета Сергей Полунин. Мы остановились на фильмах, можно ли через кино популяризировать балет, и таким образом, значит, заинтересовать и пригласить в него молодежь? Да, и я так вижу через экран, это очень важно, это делать. И вот выходит фильм «Танцовщик», документальный фильм про меня, но это не про меня фильм, а это фильм про танец, это фильм про всех танцоров, и таким образом, это, возможно, тоже поможет юных танцовщиков вдохновить, и чтобы они продолжали работать, и родители отдавали детей в балет. Я добавлю, что фильм «Танцовщик» уже в российском прокате, и можно посмотреть его в кинотеатрах. Плюс 7903-7976-333, номер нашего смс-портала. Сергей, а вы вот, зная какой нечеловеческий труд балет, хотите его популяризировать? Я, конечно, не Сергей Полунин, но тоже имею некоторый опыт, до сих пор вздрагиваю, и, например, когда смотрела там трейлер того же «Большого», я почувствовала, хотя уже очень много лет прошло, как Костя просто выворачивает вот буквально наружу. Вы действительно можете сказать, идите в балет? Я с этим борюсь. Это сложно направлять детей, когда система не до конца работает. Поэтому я и хочу систему изменить, чтобы детям было комфортно потом. И поэтому я не хочу сейчас танцевать в театрах и говорить, что вот сюда вам надо идти, и здесь вам будет хорошо. Когда я поверю, что в театре могут измениться, тогда я буду... Когда изменится сама система отношений. Да, и сейчас я именно хочу более агрессивно действовать. Я перестал верить, что можно хорошим словом что-то и какими-то вливаниями сделать, потому что разговаривал много раз с директорами и понял, что это бессмысленно, и много очень обманщиков, именно директоров, которые там сидят. Ну а с другой стороны? Зачем меняться? У них система, им это удобно. Да, да, и вот такое вот... Они любят своё место и не готовы пожертвовать, чтобы что-то изменить. Они не для танцовщиков, а для себя делают это. Вы можете себе представить такую ситуацию, что у вас возник какой-то конфликт, и вы, например... Конфликт, я имею в виду, там, с тем же директором, да, и вам что-то выбесило во всей этой системе, и вы, например, не выйдете на сцену. На сцену... Всегда... Всегда, когда я не выходил на сцену, это... Это чисто... Я не всегда мог об этом рассказывать, потому что... Это могут быть и суды, но это всегда... Ну, понятно, контракты там... Да, это всегда... Это всегда потому что нехорошо относятся именно по-человечески, и я не считаю, что танцовщики должны работать с этими людьми. Ну, я просто действительно... Вы знаете, я вас целый час слушаю, ужасаюсь на всю эту систему, но мне кажется, если вот... Понятно, что жалко зрителей, которые приходят, и которые не увидели там любимых артистов, любимый спектакль, балет, ну, мне кажется, переломить эту систему, это вот единственный выход действовать подобным образом. Да, да, и я... И не одному человеку, когда все покажут, что мы имеем право. И сложно заставить танцовщиков говорить. Сложно, потому что я сидел с некоторыми из них и давал интервью, и когда пришло время поддержать меня, они говорили, ну, мы же не для этого пошли в танец. Я такой, а, не тебя же шесть раз в этом году с контрактами подводили, не тебя же... Им страшно, и альтернативы пока такой нет. На самом деле всегда есть. Всегда есть разные пути у людей. Всегда жизнь найдет. Ну, вы делаете большое дело. Спасибо вам большое. Спасибо, и мы желаем вам удачи в этом нелегком деле. Спасибо, спасибо, что меняйте систему и радуйте нас. Спасибо огромное. Помню, что фильм «Танцовщик», выпущенный кинокомпанией «Пионер» уже в прокате. Идите в кино. Это была программа «Завтрак включен». Анна Сергеевна Титова, Дарья Гордеева.